Приветствую вас и прежде всего давайте попробуем разобраться с тем, откуда у вас могут быть подобные мысли, подобные желания и так далее. Ну, во-первых, давайте мы начнем, наверное, с самого простого, что подобные желания посещают вас потому, что вы не удовлетворены своими мужчинами полностью. Далеко не факт, что так оно и есть, потому что, ну, я вас не знаю и историю вашей жизни я тоже не знаю, вот. Но, тем не менее, сексуальная неудовлетворенность, о которой вы говорите, может происходить именно из данного момента. Сексуальная неудовлетворенность может иметь место именно по причине вашей неудовлетворенности с интимными отношениями с вашими мужчинами. И здесь нужно только постараться подумать о том, что, собственно, происходит у вас с вашим молодым человеком и почему вы можете не получать удовольствие. От вину, ну, от интимных отношений с ним. Да? Вот. Значит, это такой момент. И, на мой взгляд, это очень важно на том. Потому что, если вы не удовлетворены сексуально, то, соответственно, вы, скорее всего, не позволяете себе этого. То есть, вы не позволяете себе реализовывать свои силания. Зажимаете себя. И это говорит о том, что либо вы не принимаете себя такой, какая вы, либо, значит, вот нет достаточного уровня доверия. Ну, просто вот нет достаточного уровня доверия. А, значит, у вас нет. Почему, почему нет доверия, это уже вопрос. Немножечко другой, то есть, тут нужно разбираться, какие у вас отношения, почему они складывались именно так и так далее. Но пока, пока, пока вот это момент. И, соответственно, чтобы избавиться от желания, как вы говорите, то есть, что ли попробовать, прежде чем избавиться от этого, ну, и нам все-таки, ну, постараться, постараться нормализовать отношения с вашим мужчиной. А то, получается, как-то, знаете, не очень хорошо. То есть, давайте сексуальных желаний мы себя лишим. Ну, вы себя лишите сексуальных желаний. Вот. Но при этом делать ничего не будем. Для того, чтобы как-то нормализовать, значит, эту вот сферу неудовлетворенности. Далее. Следующие причины, они могут быть более, такими, глубокими. Связаны они, конечно, в первую очередь, с вашим подростковым возрастом, с, возможно, детством. И если мы говорим об этом, то здесь, конечно, важно, как в вашей семье вообще относились к, ну, вот, подостановым связям. То есть, запрещали ли вас их, эти связи, было ли жесткое непринятие этого вашими родителями, например. Ну, и так далее. То есть, вариантов здесь тоже хватает. Как вы можете видеть. И если это так, то ничего удивительного, что для вас это всегда был запретный плод. И этого забрянного плода вы всегда хотели попробовать. Ну, так устроены, так устроены дети, что, если что-то запрещают, то этого хочется, этого хочется допробовать делать. Обязательно. А вот. По-другому, ну, по-другому не бывает. По-другому не бывает. По-другому, ведь вы всегда испытывали тягу именно к женщинам, но не позволяли себе этого. А мучение для вас это скорее как отчеркненная социальная настройка, которая, ну, которую вы вынуждены соблюдать. Безусловно, опять же, я не говорю, что это однозначно так. Безусловно, я не хочу сказать, что это обязательно так. Но, тем не менее, это вполне может быть. То есть, о таких моментах, о возможных вам имеет смысл подумать. То есть, не обманывали ли вы себя тем, что вот хотели, значит, быть мужчинами, а в действительности вы больше тебя теете ли женщину. В этом нет ничего другого, в этом нет ничего плохого. Как и говоря, отвечая вот на ваш вопрос, против ли это нормы. Слава богу, никаких норм сейчас нет. Лезвиянство и гомосексуализм не считается отклонением от нормы. Сейчас это считается нормально. И если вы хотите, если вам действительно этого хочется, то попробуйте, потому что это не удовлетворенность. Она в любом случае будет вас грезть, она будет в любом случае не давать вам как-то, как-то вот спокойно жить. Она всегда будет, как бы, эту неудовлетворенность вам мешать. И самое главное, это то, что вы будете, ну, возможно, проецировать свою неудовлетворенность на мужа или на вашего мужчину. И, соответственно, ваши отношения с ним складываться не будут, так, как вы хотите. То есть никакой нормы в этом нет. Никакой нормы нет. В интимной жизни человек может делать все, что хочет, если это не вредит другому. Так что, вот это, пожалуйста, не забывайте об этом. Вот. И не вводите сами себя, значит, в нормы. Которые являются деструктивными. И таким образом получается, что у вас есть два пути дальнейшего движения. Первый путь. Это вы пытаетесь для себя понять, чем вызваны ваши желания, и пытаетесь их, ну, может быть, как-то правильно реализовать и так далее. А второй путь, если с вами это было всегда, то, соответственно, попробуйте. Ничего страшного в этом нет. Если вы попробуете, и если вы будете от этого счастливы только, то я думаю, что лучше будет всем. Вообще всем вокруг вас. Потому что, когда, когда женщина удовлетворена, то и мужчина рядом с ней спокоен. Ну, а когда женщина не удовлетворена, то, соответственно, мужчина с ней тоже не в такой. Вот. Решать, конечно, вам этот вопрос, безусловно, это очень интимный и личный вопрос. Но если вы говорите о том, что вы хотите, но не можете себе это позволить, потому что это против нормы, то, соответственно, у вас есть какие-то установки, которые эту норму реализуют. А ведь, еще раз повторю, что никаких норм, регулирующих это, нет. Есть только одна норма. Эта норма не вредит другим. Для всех у вас есть мужчина, если вы с этим мужчиной встречаетесь, да, если у вас любовь, если у вас все серьезно друг к другу, то, соответственно, спросите ему, дайте ему понять, что вы не удовлетворены сексуально, чтобы он понял, что есть проблема такая. и постарался эту проблему как-то разрешить. Ну, а если уже не захочет, тогда уже вы будете думать, что делать дальше. Ну, то есть, давайте сразу проясним важный момент, что не надо мужчине говорить, что вы хотите именно женщину. Вам нужно ему сказать, что вы не удовлетворены сексуально, и попробуете что-то новое, секс, и если у вас будут желания по-преднему преследовать, ну, значит, вы ошибались, и в действительности вам больше нравится именно женщина. Ну, и здесь, в этом случае тоже не стоит спешить с выводами. Вам рекомендуется в этом случае обратиться к сексологу. И именно сексолог поможет вам, поможет вам понять, чего вы хотите. Именно секс, и что вам нужно. Какая вы. Это уже на на самые крайние, крайние случаи. То есть, почему вы считаете это проблемой? Почему вы считаете, что нужно сдерживать себя, опять, от подобных экспериментов? Почему вы все время пытаетесь соответствовать норме? Кто эту норму придумал? Кто ее установил? И почему вы боитесь выйти за норму? Вот на эти вопросы я рекомендую вам подумать. Не торопитесь записывать себя в лесбиянке. Не торопитесь записывать себя в извращенце и так далее. Не торопитесь это делать. Вы ищете новых ощущений к сексе. И эти новые ощущения к сексе у вас. Они вполне вероятно связаны именно только с тем, что вы не удовлетворяете. Но и не допряжайте себе быть той, кто вы есть. Это тоже важно. На этом все. Надеюсь, помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если делаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.